Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сорок интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века. В столице региона состоялся юбилейный фестиваль «Самарское знамя». Букеты красивых цветов и праздничные линейки. До 1 сентября остаются считанные дни. Комиссионную проверку готовности самарских школ к новому учебному году прошли 378 учреждений образования. Сократится время ожидания и улучшится транспортная доступность. Красноглинский район получит 32 новых больших автобуса из 50, которые поступили в Самару. В рамках культурного обмена в столицу региона приехали дети соотечественников, которые когда-то эмигрировали за границу. Какие впечатления у ребят от Самары и какая программа их ждет в ближайшие дни. 25 команд со всех уголков России встретились на станкозаводе в выходные, чтобы выполнить задания жюри и выиграть средства на развитие бизнеса. В Самаре прошел первый хакатон по развитию креативных индустрий. Делегация из Болгарии приехала в Самару на празднование пятого фестиваля «Самарское знамя». Вместе с губернатором Дмитрием Мазаровым и главой города Еленой Лапушкиной международные партнеры посетили Струковский сад, где работали 40 интерактивных площадок. Для самарцев и гостей города провели лекции, мастер-классы, конкурсы. Состоялся и праздничный концерт. Обо всем подробнее в репортаже Михаила Ермоленко. Международный проект «Самарское знамя» появился в 2017 году. Запустило фестиваль «Российское войноисторическое общество», чтобы напомнить о подвиге наших солдат во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Тогда армия под началом генерала Николая Столетова помогала отстаивать независимость Болгарии и других стран. Третья болгарская дружина, которую возглавлял Павел Калитин, получила легендарный на сегодняшний день артефакт «Самарское знамя». Это первый государственный символ страны Болгария после освобождения от 500-летнего рабства. И, конечно, благодаря этой войне, где Россия победила, шесть стран Балканского полуострова получили свою свободу, независимость. Поэтому и жители нашего региона, и жители всех регионов России должны помнить, знать эту историю. По традиции фестиваль начался с торжественного молебна в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 146 лет назад вышли знамя. Артефакт изготовили из шелковых полосен красного, белого и синего цветов. В центре полотнища находится изображение Богоматери и Кирилла и Мефодия в золотом кресте, вышитые по рисунку санкт-петербургского художника Николая Симакова. И когда, значит, первый раз знамя было чуть не отнято у наших дружинников, то они спасли знамя. Генерал Сталетов сказал, спасибо огромное, это знамя будет продолжать с нами идти до последней войны, и мы обязательно победим. И поэтому знамя – вот такой символ победы над турецким игром. После торжественного молебна гости города посетили Струковский сад – главную площадку проведения фестиваля. С приветственным словом к делегации из Болгарии и самарцам обратился губернатор Дмитрий Азаров. Он напомнил, что и сейчас под Самарским знаменем в бой идут воины из Самарского батальона, как некогда шли на защиту их предки, помогая отстаивать независимость. Фестиваль уже в пятый раз проходит в честь знаменательного события и, конечно, легендарного Самарского знамени. Это знамя, овеянное славой, мужеством, и сегодня является символом героизма, готовности к самопожертвованию, символом готовности российского народа прийти на помощь всем, кто в этой помощи нуждается. Во время фестиваля «Самарское знамя» в Струковском саду работали порядка 40 интерактивных площадок. На них представители военно-исторических клубов России воссоздавали быт, культуру и традиции XIX века. На одной из площадок, например, занимались восстановлением забытых ремесел. Ольга Камкова из Безенчукского района Самарской области создает пряжу уже много лет. Говорит, что материалы из овечьей шерсти были очень востребованы в то военное время и для производства специально открывали фермы. Лучшее обработанное сырье поставляли на передовую. Для обредения берется только весенний стрижки с овец. Вот, ее срезают, стригут овец, и только эту шерсть придут. Придут ее не моя, потому что она лучше тянется, лучше придется. Потом ее сматывают в матки, стращивают, стирают. И уже потом, вот посмотрите, там у нас вот вяжут носки или какие-то изделия. Фестиваль «Самарское знамя» имеет большое международное значение. Руководитель делегации из Республики Болгария Владимир Штирянов отметил, что подобные события помогают укреплять дружбу между народами двух стран, несмотря на политический курс. Социологические исследования говорят о том, что более 80% болгар поддерживает Россию в той же военной операции. Если говорить правду, то не было бы русско-турецкой войны, не было бы Самарского знамени, не было бы тех людей, русских солдат, которые воевали и погибали на болгарской земле. Ну, не было бы и Болгарии, вот и все. История Самарского знамени – важное наследие не только для нашего региона, но и для России в целом. С начала специальной военной операции артефакт вновь объединяет и сплачивает народное движение, поднимает боевой дух. Сейчас Самарское знамя также является символом Самарского батальона. Копию легендарного артефакта подразделению год назад передал глава региона Дмитрий Азаров. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Букеты красивых цветов, воздушные шары и праздничные линейки до начала учебного года остаются считанные дни. В этом году комиссионную проверку готовности к 1 сентября прошли 378 самарских учреждений образования. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Как проходили проверки и какие новшества ждут школьников с началом нового учебного года, расскажет Галина Топилина. С 1 по 15 августа в школах и детских садах Самары прошла комиссионная проверка готовности учреждений к новому учебному году. О ее результатах на еженедельном совещании в мэрии доложила руководитель департамента образования Ирина Каковина. В этом году в состав комиссии вошли представители департамента образования, районных администраций, депутатского корпуса, профсоюзной организации, органов правопорядка и родители. Представитель совета каждого учреждения детского сада, родительского совета или школы обязательно был участником. Таким образом, родители на родительских конференциях в конце августа доложат о том, как проходила проверка их учреждения, какие были замечания, за что похвалили, что нового в учреждении. То есть, увидят это из первых уст. За летний период в ряде учебных заведений Самары прошли плановые косметические и капитальные ремонты. Были обновлены пищеблоки, дооснащены медицинские кабинеты, проверена система противопожарной и антитеррористической защищенности. В некоторых школах появились новые спортивные площадки. Новшеством этого учебного года станет открытие в каждом образовательном учреждении Центра детских инициатив, на базе которого будет работать актив школы. Руководить Центром будет советник по воспитанию. Советники прошли тестирование, собеседование и на сегодняшний день готовы приступить к работе. Местом их работы будут эти самые Центры детских инициатив. И в рамках проверки мы также смотрели, каким образом школы подготовили Центры для работы детского актива и, конечно, для работы советника. В День знаний на торжественных линейках в школах Самары прозвучит гимн Российской Федерации и будут подняты государственные флаги. Также в мэрии сделали акцент на то, что к 1 сентября планируется завершить все работы по благоустройству общественных и дворовых пространств, которые в этом году обустраивались в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда», губернаторской программе содействия или за счет средств местного бюджета. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Автобусы ходят нерегулярно, их не хватает, чтобы перевозить всех жителей Красноглинского района. В итоге люди подолгу стоят на остановках, а цены на такси значительно выросли. Как решить проблему, обсуждали на встрече с жителями в районной администрации. В мероприятии приняли участие советник губернатора Ирина Скупова, руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин и его заместитель Александр Ярополов, начальник предприятия-перевозчика Александр Кочерыгин и глава района Вячеслав Коновалов. Мы побывали на встрече и готовы рассказать подробности. Сократится время ожидания и улучшится транспортная доступность. Красноглинский район получит 32 новых больших автобуса из 50, которые поступили в Самару. Об этом стало известно на встрече с местными жителями, которые пожаловались на нехватку автобусов. 1-й и 50-й маршруты ходят перегруженные, а 51-й не соблюдает интервал движения, рассказали жители. Инициативную группу поддержал и глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. Ситуацию мы с вами знаем совершенно точно, и на остановках мы ставим визы. По поселку я хожу, и когда перевозчик говорит, уж извиняюсь, да, что у нас все в порядке, но это совершенно точно не так. А если есть сомнения, откуда люди берут эти вопросы, Саша, в понедельничек с утра ставь на остановку сам и посмотри. В соответствии с контрактами предусмотрены штрафы перевозчиками. Они совершенно там не маленькие. Мы прекрасно понимаем сложную ситуацию. И 51-й автобус у нас сейчас в приоритете. Мы принимаем там меры для того, чтобы у нас выпуск транспорта именно на 51-м маршруте был в соответствии с реестром. По словам Сергея Маркина, в транспортном предприятии наблюдается нехватка водителей и самих транспортных средств. Однако такая ситуация остро стоит по всей стране. На прошлой неделе работе общественного транспорта было посвящено заседание Президиума Госсовета под руководством президента. В мероприятии участвовала и глава Самары Елена Лапушкина. Сейчас обе проблемы с общественным транспортом в областной столице решают, набирают и обучают персонал. И самое главное, регион закупил 50 новых автобусов. Из них 32 будут направлены на обслуживание маршрутов Красноглинского района в дополнении к уже имеющимся. Оставшиеся автобусы направят в том числе в Куйбышевский район. Сейчас ведется приемка транспортных средств, оборудование, их необходимой электронной аппаратурой, которая обеспечит безопасность и комфорт горожан. Планируется, что в ближайшее время все автобусы выйдут на линию. Эти 32 автобуса будут поставлены на самые востребованные маршруты. Это 1-й, 50-й и 51-й. Мы говорим и мы отчитались с жителям о том, что приходит в район автобуса большого класса и, соответственно, транспортное обслуживание значительно улучшится. Кроме того, Департамент транспорта Самары совместно с региональным Минтрансом проводят планомерную работу по оптимизации транспортных потоков. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова запустили короткий маршрут номер 67, который доставляет жителей Волжского района в Красноглинский для пересадки на автобусы основного 67 маршрута. Также в Самаре в рамках реструктуризации транспортных потоков строится транспортно-пересадочный узел «Пятилетка» в районе проспекта Кирова, который позволит горожанам оперативно добираться до места назначения с удобной пересадкой. По итогам встречи составили протокол, в котором зафиксировали все замечания и перечень мер, запланированных для нормализации транспортного сообщения в Красноглинском районе. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. В Самаре продолжаются работы по обновлению путепровода на улице Земеца. Они выполняются на средства областного и городского бюджетов. Ремонт начался в апреле. С тех пор там действуют временные ограничения движения транспорта от въезда на территорию РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова. За ходом работ наблюдала съемочная группа событий. На путепроводе 139-й километр на улице Земеца рабочие трудятся в две смены. Подрядная организация не выбивается из графика. В числе задач, согласно проекту, подъем и выравнивание пролетных строений. Также осуществлена подъемка и выравнивание пролетов. Если мы говорим про нижнюю часть, а в настоящий момент наверху выполняются работы по устройству выравнивающих слоев бетона. На мосту устанавливают монолитные и сборные железобетонные ограждения. Также подрядная организация готовится к установке металлических ограждений, которые будут проходить по правому тротуару, чтобы защитить пешеходов от проезжающего транспорта. За работой на путепроводе наблюдают общественники. Мост Поземеца давно нуждается в ремонте. Он очень важный социальный объект. И мы как жители готовы терпеть неудобства, связанные с ремонтом, чтобы скорее он начал функционировать. Подрядная организация также выполняет работы на трамвайных путях. Параллельно специализированными смесями устраняют трещины и сколы на самом путепроводе. Работы выполняются в срок. Подрядная организация понимает всю важность данного объекта, потому что данный объект связует город. И очень много предприятий, которые являются не только оборонными, но и градообразующими. То есть очень много людей работает на данных заводах. Подрядчик трудится в усиленном режиме. Все необходимые материалы были закуплены заранее. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. 21 августа в Самаре произошло ДТП, участником которого стал форвард крыльев Советов Владимир Писарский. Примерно в 15.30 автомобиль Mercedes-Benz AMG, за рулем которого находился футболист, двигался по улице Новосадовой от проспекта Ленина в сторону Масленникова. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД России, 27-летний водитель, двигаясь по крайней левой полосе, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz G, которым управлял 41-летний водитель. В это время он как раз ожидал разрешающий сигнал светофора во встречном направлении в крайнем левом ряду. Как сообщили корреспондентам Самары ГИС в пресс-службе футбольного клуба, нападающий крыльев Советов Владимир Писарский попал в аварию. Ни футболист, ни второй участник аварии не пострадали. Первый хакатон для творческих людей «Креатив на Волге» прошел в Самаре. За два дня участники должны были разработать бизнес-кейсы по пяти направлениям. Туризм, сообщество, сувенирная продукция, IT и образование. Призовой фонд – 250 тысяч рублей. Мероприятие проходило при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Подробности в нашем сюжете. 25 команд изо всех уголков России встретились на станкозаводе в выходные, чтобы выполнить задания жюри и выиграть средства на развитие бизнеса. В Самаре прошел первый хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге». Это командное соревнование, в котором нужно за короткое время разработать решение бизнес-кейса или другой комплексной задачи. В хакатоне принимали участие 25 команд, которые работали по пяти направлениям или трекам – туризм, концепт, технологии, комьюнити и образование. Подать заявку мог любой желающий старше 18 лет. Мероприятие проходило при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Сувенирная продукция – это концепт придумывания сувенирного магазина, сувенирки. Это туризм, то есть привлечение туристов в город и в область, в том числе за счет креативных кластеров. Это комьюнити, то есть это когда ребята собираются и что-то двигают в ту или иную креативное направление. Это IT, то есть разработка каких-то приложений, стартапов, направлений в IT-индустрии и образование. Потому что большой спрос на креативное образование. Много тех людей, кто уже закончил учиться, хотят учиться креативу. Я ужасно переживаю, волнуюсь, но это лишь от того, что жду я реализации, во-первых, задач, идей, которые приносят сюда команды, над которыми они будут думать. Реализации наших задумок, потому что мы достаточно давно вынашивали эту идею, и вот она воплощается, мурашки по коже, и хочется, чтобы это действительно получилось. И мне бы хотелось отдельно, чтобы эксперты, которых мы привезли со всей страны, они ощутили вот этот волжский вайп, эту атмосферу заряженных, креативных, творческих людей. Оценивали команды экспертов федерального уровня. Они подбирались так, чтобы по каждому треку получился результат, и они смогли направить участников в нужное русло. У участников была возможность задать вопросы, обкатывать свои идеи и получать информацию, которую сложно получить в обычной жизни. По словам членов жюри, главная задача кейсов, которые должны разработать участники, чтобы они окупались. Я удивлюсь, на самом деле, если ребята успеют за два дня создать какую-то рабочую концепцию, которую можно будет использовать в собранном виде, и удивить, может, качество проработки, потому что в этом треке очень важны исследования, во-первых. Нужно опрашивать аудиторию, нужно общаться с потенциальными потребителями этого приложения или сайта. Знаете, мне кажется, вообще сообщество – это та самая сила, которая позволяет перезапускать как пространство, так и в целом города. Мы часто недооцениваем вот эту силу, которая есть у сообществ. Это часто разрозненные люди, но когда они соединяются, объединяются общей идеей, а на самом деле цель Хакатона – как раз найти вот эти точки притяжения людей друг к другу, чтобы они давали какой-то хороший креативный продукт. Это и про экономику, это и про социальные эффекты, и это в целом про город. Сергей и Иван на Хакатон приехали из Таганрога. Будущие айтишники уверены, удастся вырвать победу из рук конкурентов. Будет зависеть от кейса, посмотрим, какое задание нам дадут. У нас есть идеи, есть технологические способности. Мы будем стараться сделать все максимально круто и креативно. Присоединиться к работе Хакатона можно было и в качестве посетителя. Для свободных слушателей в программе были предусмотрены интерактивы во дворе станкозавода, открытые лектории и различные дискуссионные площадки. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Кто же лучше всех воспользовался предоставленными возможностями самарского Хакатона и смог предложить идеи, которые будут реализованы в ближайшее время, расскажем в нашем сюжете с церемонии закрытия креатива на Волге. Два дня напряженной работы позади. И вот долгожданный момент триумфа победителей. В треке «Туризм» самым ярким стал проект команды «Нетшейпер», в которой объединились опыт и молодость. Они разработали сервис, который объединяет в себе множество возможностей как для самих туристов, так и для тех, кто встречает гостей. В одном приложении креативные сообщества смогут анонсировать свою деятельность, а их зрители составлять маршруты для проведения культурного досуга. Нам он очень интересен, так и потребитель. И у нас есть технические навыки, знания для того, чтобы суметь это сделать. Потому что команда подобралась, с одной стороны, сильной точки зрения туристического продукта как основы, а с другой стороны, технологическая команда, которая может сделать продукты технологические. Еще одна команда, чей проект скоро будет реализован в городе, это коллектив «Пряник», победивший в направлении концепт. Их идея – создание сувенирного магазина нового формата, который через переосмысление жизни Алексея Толстого сможет поведать туристам о волжском гедонизме и позволит им забрать домой по-настоящему уникальный подарок на память. Мы болеем за хорошую сувенирную продукцию, и, в общем-то, это мотивировало прийти на хокотон. Нам очень хочется создать что-то действительно интересное, уникальное, чтобы привлекать внимание и уведет покупателя от обычных магнитиков. В треке «Образование» победила команда «Поехали вместе» с идеей практических тренингов для молодых предпринимателей по поиску партнеров. В треке «Технологии» деньги на разработку приложения для упрощения взаимодействия гостей, владельцев и резидентов творческих кластеров получит команда «Эти лапки». А в направлении комьюнити лучшими стали «Руками не трогать, замечания не делать», которые хотят в одном месте объединить творческих и креативных людей. Мы хотим, конечно, чтобы в первую очередь эти ребята, те идеи, которые они сегодня продвигают для собственного развития, для развития, может быть, в будущем своего бизнеса, оставались здесь и работали на благо региона и на благо этих ребят, создавая необычные креативные какие-то форматы. Правительство региона внимание окажет не только победителям хокотона. Одни проекты будут рекомендованы к реализации, а некоторым командам помогут улучшить и доработать свои идеи. Такие возможности были предусмотрены на самом хокотоне. Эксперты, читающие лекции, делились опытом создания своих сообществ, творческих кластеров и фестивалей, объединяющих единомышленников. «Все очень здорово организовано. Мне очень понравились ребята, которые это делают, подход. Те эксперты, которых подобрали, люди, которые приходят слушать. То есть не только ребята, участвующие в хокотоне, но и обычные горожане. Их было много. И даже люди, у которых не было запроса на какие-то темы, очень внимательно слушали о том, что сейчас происходит в этой индустрии. И это очень здорово. Я, честно говоря, такого теплого, душевного, отзывчивого приема вообще нигде не встречала». Красивым завершающим аккордом хокотона стала церемония закрытия на крыше станкозавода под светом волжского заката. Это закрепило представление о том, что креативу на Волге по силам стать новым городским узнаваемым брендом. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В Самару в рамках культурного обмена приехали дети соотечественников, которые когда-то эмигрировали за границу. Ребята учатся в русскоязычных школах и, чтобы попасть в Россию, участвовали в олимпиадах, в которые продемонстрировали свои знания о стране. В течение трех дней их ждет насыщенная программа. О подробности в нашем сюжете. Они живут в разных странах, но у каждого из них есть то, что объединяет русские корни и интерес к культуре России. В Самару в рамках культурного обмена приехали дети соотечественников, проживающих за рубежом. В делегации 52 школьника. Чтобы оказаться здесь, они стали победителями олимпиад, посвященных русскому языку и культуре нашей страны. Намуна приехала из Монголии. Ее мама – гражданка России, родом из Бурятии. В Монголию она поехала учиться в университете, а потом осталось жить. Папа – намун и монгол. Девочка заканчивает русскоязычную школу, говорит на двух языках и впервые оказалась в России, на родине матери. Мне говорили, что это вкусная рыба. Я бы хотела увидеть реку Волгу. Ну и самое главное, я бы хотела познакомиться с детьми. Как-никак тут другие страны, 11 стран. И со всеми хочется познакомиться и узнать их культуру. Визиту в Россию рады не только дети, но и взрослые. Бабушка и мама Виктории Перемитиной, которая сопровождает ребят в поездке, родились в Куйбышеве. Потом семья уехала в Европу, а села в Португалии. Виктория бывала в странах бывшего Советского Союза, а вот в Самаре впервые. Очень мы рады, несказанно этому событию, особенно я, поскольку моя мама и бабушка родились в Самаре и всегда хотела побывать на исторической родине. Главная цель мероприятия – это содействие молодому поколению, соотечественников в изучении русского языка и нашей многонациональной культуры. Вчера было чаебитие с руководителями делегаций, и оно было очень продуктивным. У каждой страны были какие-то свои проектные идеи, предложения, и наш самарский регион уже начал сотрудничество с главами делегаций, и разрабатываются уже какие-то проекты. В Самару ребята прибыли из Австрии, Азербайджана, Таджикистана, Греции, Абхазии, Армении, Болгарии, Польши, Португалии, Белоруссии и Монголии. В течение трех дней их ждет насыщенная программа. Сегодня они побывали в музее «Самара космическая», поучаствовали во флэш-мобе. Их ждет экскурсия в бункер Сталина, художественный музей и детскую картинную галерею. Завтра делегация отправляется в Ширяево, а послезавтра в Тольятти. Там они побывают в техническом музее имени Сахарова и примут участие в мастер-классе по фотографии. Виктория Шара и Константин Головин. События. Загадки, скороговорки и пословица в Самаре в библиотеке номер 15 отметили «Яблочный спас». Для посетителей приготовили интерактивную программу. Лекцию о русском фольклоре, творческий мастер-класс по изготовлению открытки. Ксения Баканова расскажет подробности. Арине Самоловой всего 10 лет, однако талантов не счесть. Девочка любит узнавать новое, особенно читать книги. Чтобы речь была грамотной и красивой, учат скороговорки. Есть те, которые произносить легко, рассказывает Арина. А вот над некоторыми надо хорошо потрудиться. Нужно очень много тренироваться. Если что-то не получается, нужно все-таки идти к своей цели и добиваться того, что ты хочешь. А какая у тебя любимая скороговорка? У меня Клара украла кораллы, а Клара у Клара украла кларнет. В Самаре в библиотеке номер 15 отметили «Яблочный спас». Детям и их родителям рассказали про особенности праздника, а также о русском фольклоре. Гости дружно отгадывали загадки, учились произносить скороговорки и вспоминали пословицы. Организаторы говорят, только со стороны кажется, что работать с детьми легко. На самом деле к ребенку надо найти подход. Кого-то там погладить, подойти в головки. Кому-то что-то сказать, ну давай, не бойся. Но вы сами видели, что мы, в общем-то, с детьми находим общий язык, и они идут с нами на общение. У тебя под ногами грязь? Ты что же кланишься? Ведь я тебе не князь! Также все желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению открытки. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События. В Самарском дворце ветеранов прошли яблоневые гуляния. Перед гостями праздника выступили творческие коллективы. Гуляния были организованы в честь главного праздника – лета яблочного спаса. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Люди пустились в пляс еще до официального открытия праздника. На площадке у дворца ветеранов отметили яблочный спас. В наше непростое время, сейчас, очень важно хранить традиции, обычаи нашего народа. Те самые духовные скрепы, которые позволяют нашему народу быть сильным, быть действительно такой надеждой государства. И одним из таких духовных скреп являются народные праздники, такие как яблочный спас. На праздник пригласили жителей Советского района. Особое внимание оказали семьям тех, кто находится в зоне СВО. Гостям предложили не только водить хороводы. Для детей и взрослых организовали игры, фотозоны и мастер-классы. За каждую семью у нас закреплен куратор, и мы эти мероприятия используем для душевного общения, для того, чтобы повстречаться, пообщаться, узнать, как у них дела еще раз, не по телефону, да, или не в какой-то, а просто неформальной обстановке. Яблочный спас – главный праздник лета. Он посвящен преображению Господня. Гостям рассказали об истории и традиции их праздника, а также поделились секретами приготовления блюд из яблок. Шарлотку обожаю. Делаю и сам иногда. Нарезаешь в тесто и в духовку. Буквально через 40 минут, наверное, вкусная шарлотка. Даже вся семья и дети обожают кушать. Поэтому я тоже рисую красивое, любимое яблоко. В этот день гости не только могли насладиться выступлением творческих коллективов, но и угоститься яблоками. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев. События. Далее вас ждет обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В наблюдении за выборами может участвовать каждый гражданин России, обладающий активным избирательным правом. Напоминают в телеграм-канале Октябрьского района. Наблюдатели – это граждане, которые следят за соблюдением закона на выборах, обеспечивают прозрачность процесса и фиксируют возможные нарушения. Чтобы стать наблюдателем, нужно обратиться в региональный штаб общественного наблюдения. Выпускники педагогических классов, поступившие на очную форму обучения в региональные вузы и СУЗы, В год окончания школы на педагогические специальности впервые с сентября 2023 года могут оформить ежемесячную выплату в размере 1000 рублей, сообщают в телеграм-канале Департамента опеки. Новая мера поддержки, разработанная администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации не только областного центра, но и всего региона. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную информацию можно получить по телефону 340-08-47. Принять участие в акции «Народное признание» предлагают в телеграм-канале Промышленного района. Подать заявку на участие можно по 31 августа на бумажном носителе или в электронном виде в администрацию Промышленного района по адресу улица Краснодонская, 32А, кабинеты 211, 213, 214. Лауреаты акций – люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. Дополнительную информацию можно получить по телефону 927-63-29, 995-9136 и 995-19-05. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok